Друзья, привет! Сегодня мы приехали на Копылово, порыбачить на спинник, поварить окушка. Во, он уже закидывает такое место, пляж. Мы сейчас будем двигаться, искать его. Ну а вы смотрите видео, друзья. Мне кажется, вода упала. Вот почему-то у меня такое ощущение, что вода должна прям до сюда. Да, ну вот она, видишь, это она и доскачет туда-сюда. Сейчас они раз чуть-чуть, раз чуть-чуть. В этом году вот взял на пробу такие поводки фирмы ФИН, титановые поводки делают, вот они флюор в этом году начали делать, флюор-карбоновые поводки. Их все хвалят, на спиннинг-лайне тоже их хвалят, отзывы видел. И оказывается, что они самарские ребята делают. Короче, решил попробовать. Загонял к ним, набрал вот поводков целую кучу, уже пощупал руками. У них разные есть и для джига, и для веблеров поводки. И по толщине, и по гибности, и по жесткости, и по длине. Короче, там у них выбор огромный. Побывал у них в магазине, сайт у них есть свой. И там все хорошо описано, какой поводок, для чего он. Ссылочку оставлю в описании. Заходите, смотрите. Так, что мы сначала поставим? Наверное, я сейчас твистер поставлю. Вот такой твистер поставлю, это 1 дюймовый у меня. Так, ну все, ну вот я зарядил 3 грамма, стальной поводок, и эту резинку повесил. Мне кажется, 3 грамма, конечно, мало. Наверное, здесь минимум 5-6 надо, а то ли 8. Ну, Вова вообще на отводной рыбачить. А я хочу с ультравайта начать. Посмотрю, потечки, конечно, не знаю, здесь на Волге вообще ультравайтом то можно прокинуть, нет. Эть! О! Далеко забросил уже в ямку. Уже чувствуется падение. Это уже бриконьеры, что ли, ездят с сетями? Что они там делают? Сети, по-моему, опускают. Да? Уже бриконьеры херачивают здесь. По полной. Блин, фотоаппарат не взял. Можно было наехать, посмотреть, что у них там. О! Вода как быстро прибавляется. Блин, что-то спаги не набрал. Смотрите, а вставал по щиколотку. Вода туда-сюда скачет. Смотрите, грузики, которые я заказал, вот он в Альфрамовой. Вот 5 грамм, такой черненький, маленький. Вообще классно, конечно, по сравнению со свинцовым. Маленькие прям. И летят шикарно. Да еще пусто. Сейчас пойдем туда, на каналы. Вот это рыбхозяйство, вот они. А, ну вот они все эти здесь ставят, да? А я рыбачил летом вот за этим мысом. Да-да-да. Вот-вот стоит на воде, только перед берегом. Там идут такие перекаты. Я и приехал в первый раз в этом году. Будем успели взять вот. Вообще ноль. Ноль. Ну вот здесь мы тоже покидали. Сейчас садку доставали, может, с пяток или с десяток. Да. Что-то ладонечных черных. Что-то достали, похоже, окунь. Они вот прям сети доставали вот у нас. Да все у них в сетях, они, смотри, и там достают. Так, ну что, друзья, переехали мы напротив церкви. Вон водки уже скидывают. Бывает подвисает, бывает прям как судак берет. Сейчас резинку посмотрю. Что-то подобрать. Вот. 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 Здесь рядом суши. Здесь и ультравайт докинуть-то можем до этого места. Можем. Это больше похоже на кусок травы. Ахахаха. Обычно прям бьет он прям. Нет, это сок травы. Ахахаха. Потому что он прям хорошо идет лупить. Травы много. А, вот. Ты понял. Техасский, значит, у тебя два с половиной дюйма где-то. Ваши, да. Трешки. Есть, есть подвис, подвис кто-то. Вот тут, 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 тут. Прямо на паузе. О, есть. Сезон открыт. Вот это пузатик. Вот это красавец. Блин, прям на паузе. Отвлекся на пацанов. И здесь такой карапуз повис. О, какой красавец. И кленой такой. Слушай, открыл в сезон. Прям довольный. Как этот. Ты поймал что? Да, вот как раз-то я тащу и ты один. А, вообще красота. Такой же что ли у тебя? Не, поменьше. Поменьше? Я даже не понял. Как поклевка произошла. Пацаны меня позвали. Повернулся на них и чувствую, кто-то висит. Прямо адреналин, друзья. Так, смотрите. Как я делаю. Основная нитка идет. Потом на карабинчик привязывается нитка. Здесь привязываю флюрокарбон. Где-то метр, может быть метр двадцать. Пристегиваю обычный поводок. Ну вот я титановый пристегнул. Чтоб не заморачиваться. Который поводки винта я взял в этом году. Прямо его пристегнул. Ну и все. На конце уже овсетник и резина. Кто-то у меня спрашивал, на что ловить сейчас окуня весной. Ну вот самое то, по-моему, от водной до ультралайт. Опа-опа-опа. Что это? Блин, то ли подвисают они так. Вот не поймешь, сейчас висит окунь или траву тащу. Вообще не дергается. О, вот ударчик пошел. О, вот-вот-вот ближе к берегу. Точку поменял, подальше он отошел. Блин, какой ударчик, трава. Эли сидел до этого, но прям ударчики были. Ошибочка. Похоже, просто траву зацепил кусок. А, ракушка вон. Вот те ударчики, наверное, об камне стучало. Beep. Подал sort. Да, Being a control tank. О! Знаешь что я заметил, в нападении удары были прям туф туф туф, а потом уже приземлился груз. То есть может быть когда ты уменьшил груз. Но ты сегодня рыбалкой доволен, я так понимаю, пакетик надергал. Ну я у одного окуня и две поклевки и все. Вот это меня льдина испугала, есть что ли, трава? Она наклонилась, я буксовать на ней начал к верху и по привычке хотел рукой цепануть. О, Вова что-то тащит. Вот разговаривал Вову еще одного окуня под бережком. Где у тебя под берегом, где нитка-то, где нитка у тебя, а вон где, понял да. Ну что, такой же горбачик, да? Не знаю, ну да, нормально. Я уже в принципе выматывать хотел. Ага, красота. Так, ну блин, еще теперь бросить охоту. Да что ж у тебя, я никак не поймаю. Друзья, вот такое открытие сезона у нас получилось с Вовой. Конечно, бывают дни, когда клюет вчера или клюет завтра, а бывают дни, то что клюет у всех, кроме тебя. Это у меня сегодня так было. Не знаю, что не так уже, и приманки одинаковые, и поводки отмерили одинаковые. То ли проводка у меня такая, то ли что, но вот таких окуней надергали. У меня один окунь был, несколько поклевок, и вот Вова, который их надергал сегодня. Смотрите, кабанчики какие, а? Жирные. Вообще шикарная окуня, конечно. Поклевки все какие-то с подвисанием, очень редко с ударом. А вот такая рыбалка, друзья. Комментируем, ставим лайки. Всем здоровья, пока. Субтитры сделал DimaTorzok